Это пошел мужик на ярмарку, купил, значит, ну, там разных, два-двух гусей купил, купил ведро, наковальню увидел, которую давно искал, купил наковальню. Ну, еще на выходе купил пару дешевых кур, блин, и это все прет, значит, домой. И тут навстречу женщина говорит, мужчина, не подскажете, как в деревне пройти? Ну, идите за мной. Ой, только давайте через лес пойдем, там короче. Ну, конечно, через лес. Знаю я вас, мужиков, только в лес войдем, прижмете меня там к какому-то дереву. Говорит, женщина, о чем вы говорите? Посмотрите, сколько у меня живности в руках, как я смогу? Как? Да очень просто. Гусей возьмете, накроете ведром, сверху поставите наковальню, чтобы не вырвались, и все. Не, подождите, а кур, кур куда я дену? А, кур, кур. Ну, ладно, я могу подержать. Иду как-то, смотрю книжная раскладка, подошел, рассматриваю книгу, и вдруг замечаю одну книгу. Новое приключение Колобка. Удивился. Вы же помните, чем старые закончились? В три часа ночи звонок по телефону, мужик снимает трубку, говорит, алло, там, я прошу прощения, что так поздно, скажите, Катюшу можно? Да не проблема. Расцветали яблони и груши. Распода, утром нужно быть особенно осторожным. Одно неловкое движение, и ты снова спишь. Слышь ты, официант, а ну-ка иди сюда. В чем дело, что случилось? У меня в супе плавает кусок говна. Не волнуйтесь, не переживайте. Это всего-навсего ваше отражение. Слышь. Мужчина обязан знать, что очень сильно любит его жена. Чтобы, не дай бог, потом с ней не зайти в тот магазин, где это можно купить. Ресторан-посетитель. Официант! Принесите жалобную книгу. Прошу прощения, а что случилось? Что-то не так? Значит, я заказал вам чашечку кофе. А вы принесли мне стакан книгу. Несите сюда жалобную книгу. Я вам спасибо напишу. Господа, а я вот это подумал. Человеческий идиотизм. Он же вечен, правильно? Так на его почве можно же придумать вечный двигатель. Спросите, как? Элементарно. Берем, пишем табличку. Не крутить. И ставим ручку. Все. Мужик на птичьем рынке продает попугая. А тут подходит женщина. Говорит, ой, какая хорошенькая птичка. А она умеет говорить? А попугай возьми и ляпни. Да, умеет, шлюха. Умеет говорить. Женщина в шоке. Мужик, извините, ради бога. Сейчас все исправлю. Если будете брать, я исправлю это все за пять минут. Говорит, ну хорошо. Он берет, хватает попугая. Заходит в подсобку. Кипятит воду туда попугая. А окунает. Говорит, нельзя хамить женщинам. Нельзя хамить. Ты понял? Нельзя. Понял? Понял, Михалыч, понял? Он выходит. Все в порядке. А можно проверить? Да, конечно. Ну вот скажи, попка, вот если я приду домой и приведу с собой мужчину, что ты скажешь? Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте, господин. Молодец. А если я приду с двумя мужчинами, что ты скажешь? Здравствуй, госпожа. Здравствуйте, господа. Молодец. А если я приду с тремя мужчинами? Михалыч, кипятите воду. Она действительно шлюха. А я вам так скажу, дорогие мужчины. После романтического ужина мужчина обязан, понимаете, еще раз говорю, обязан помочь женщине сбросить лишние калории. Это мужик позвонил по объявлению о знакомстве, ну и спрашивает у девушки-собеседницы, а скажите, а какие мужчины вам нравятся? Ну, мне нравятся мужчины с волевым подбородком. О, ну тогда я вам подхожу. У меня их два. А все говорят, импотенция, импотенция, импотенция. А вот что такое импотенция, а? Вот что это такое? А-а-а. Это когда красивая женщина, грудь, талия, все, бедра, ножки, ты на нее смотришь, она тебе очень нравится, но желание не твердое. В роддоме подвыпивший мужик рвется в палату к роженице, персонал его не пускает, говорит, ну, мужчина, я хочу посмотреть на сына. Мужчина, вот мы ее выпишем, и дома насмотрите сколько хотите. Ага, меня домой ее муж не пустит. Вот и закончилось детство. Подумал Сеня, когда принесли пенсию не только маме, но и ему. Слушайте, а давайте посидим здесь молча, здесь так прекрасно, так уютно, мне так здесь нравится, не хочется нарушать тишину. Так, молодой человек, не поясничайте, тяните билет. Яков Моисеевич, расскажите, почему на старости лет вы вдруг решили развестись? У меня открылись глаза. Что такое? До этого вы ничего не видели? Да, я купил глазные капли, и теперь все увидел, это шмара. СМЕХ Прикиньте, сегодня утром на пешеходном переходе столкнулся с, ну, совершенно пьяным мужиком, еле удержал его на ногах. Ну, и так заботливо спрашиваю, говорю, ого, а ты-то сам сможешь домой дойти? Он говорит, ты че, охренел какой-то домой? Я на работу иду, отпусти. Он залез в ванну, ну, чтобы помыться. Смотрю, мыла нету. Ну, воспользуюсь шампунем жены. Беру шампунь, а там написано, будет длинный и жесткий. Не знаю, поможет ли, но на всякий случай, помыл и его. Таможенник долго рассматривает паспорт. Абрам Моисеевич Ливерзон. Вы еврей? Говорит, нет узбек. Говорит, шутите? Вы же первый начали. Говорит, Валерич, слышишь, а вот скажи, пожалуйста, можно стать геем ненадолго, на какое-то неопределенное время, ну, маленькое время. Конечно, можно. Как? Ну, вот смотри, ну, к примеру, да, вот ты одолжил у меня деньги, да, и мы с тобой договорились, что через неделю ты мне отдашь. Ну, и вот договорились, что через неделю, там, у понедельник, например, у 7 часов ты мне должен отдать. Да. И я вот жду, у 7, тебя нету, у 7, у 10 нету, у 7, у 20 нету, у 7, у 30 ты приходишь. Вот эти 30 минут, ты был геем. Молодой человек, ну, вы уже использовали две подсказки, ну, уже все устали, ну, зал ждет, ну, вы можете сказать просто, да, или нет? А можно еще звонок другу сделать? Что, охренели? это что вам, игра, кто хочет стать миллионером? Это на секундочку, ЗАГС. Здравствуйте, доктор. Да, заходите, присаживайтесь, пожалуйста, слушаю вас. Доктор, вы знаете, я чего до вас, я хочу похудеть. Вот, наконец-то, молодец, молодец, что вы занялись своим здоровьем. Не, дело не в этом, тут просто конфликт грехов. В смысле? Ну, чревоугодие не дает мне прелюбодействовать. Мужик сидит дома, поздно вечером, смотрит какой-то сериал, и вдруг снизу, от соседей снизу, значит, в пол такой стук, ну, нифига себе, что такое? Ну, потерпел минут 10, этот стук, говорит, не, ну, это невозможно. Спускается вниз, соседу по этажу, звонит в дверь, открывает сосед, пьяный в доску, на голове каска, говорит, о, сроссед, заходи, буду хвастаться. Чем? А я себе батут купил. СМЕХ